И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о терроризме. У нас в гостях Алексей Филатов, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Екатерина Степанова, ведущий научный сотрудник ММО Российской Академии Наук, и Андрей Солдатов, главный редактор сайта «Агентура.ру». Но прежде чем мы продолжим говорить о российских особенностях терроризма, я хочу все-таки глобально посмотреть. За те 12 лет, что прошли с 11 сентября 2011 года, насколько радикализировался ислам, насколько вырос исламский фактор, насколько мы можем ставить знак равенства, я понимаю, что мы не можем ставить знак равенства между терроризмом и исламским терроризмом, но какова доля исламского радикализма вот в этом возросшем террористическом потоке? Вы знаете, то, чего все боялись 11 сентября, и это был основной такой страх, который повлиял на общественное мнение на Западе, это вот эта идея о пресловутом столкновении с цивилизацией. Все боялись апокалиптичного вида джихадизма, когда речь шла о том, что вот мы установим халифат на территории всей планеты, и раньше у нас были локальные конфликты, а теперь у нас один глобальный конфликт, две цивилизации столкнулись и так далее. Отсюда делались самые дикие выводы о том, что нам теперь делать. На самом деле выяснилось, что сейчас мы на самом деле, при всех тех ужасах и страхах, и распространении террористической активности на регионы, где ее не было, в общем-то, длительное время, на самом деле терроризм остается по большому счету политическим оружием на локальном уровне. То есть люди, террористические группы, все равно пытаются решать проблемы в своей местной стране. Вот они хотят сменить власть в Египте, они хотят сменить власть в Сирии, они хотят сменить власть в Ираке, они это пытаются сделать таким образом. А кто был проводником апокалиптического терроризма? Это вот что, Бен Ладен? Бен Ладен, Абдалла Азам его учителя, который... Убийство Бен Ладена более-менее решило эту проблему? Да нет, на самом деле эта проблема стала решаться раньше. Откуда вообще появился этот апокалиптический джихадизм? От полного отчаяния, от того, что люди, которые стояли за Бен Ладеном, не считали возможным на самом деле, например, сменить власть в Саудовской Аравии. Они пытались, не получилось. Они пытались еще что-то сделать в Палестине, не получилось. Пытались в Афганистане, не очень получилось. Соответственно, они выдвинули более радикальную идею, что только, грубо говоря, наша идея или смерть. А когда они увидели во многих странах, что есть какие-то перспективы, и местные группировки стали уже не просить Аль-Каиду помощи, а стали говорить, ну, в общем, мы тут сами разберемся, мы сами попробуем что-то сделать. Как, например, происходило в Ираке, когда местные исламинские группировки, чувствуя, что они могут получить долю во власти, уже боролись с аль-Каидистами. И это происходит на самом деле повсеместно. Поэтому, я думаю, что на самом деле вывод общий, довольно оптимистичный. Все равно остается терроризм такой вот проблемой, что это орудие политической борьбы на локальном уровне. Сереж, только хочу сказать, что, конечно, тут мы немножко о разных вещах говорим. Вот если ты говоришь о апокалиптической исламистской террористов, речь идет о движении глобального джихада. Это вот все-таки одна вещь, да? Есть исламистский терроризм, который часто смешан с терроризмом националистического толка на локально-региональном уровне, что совсем другая вещь. Это Хизбулла, Хамас, это исламистско-сепаратистские группировки. Буквально каждый второй конфликт в Азии имеет такие группы. Это все-таки немножко разные вещи. И, соответственно, вопрос твой, что случилось с исламистским терроризмом. Ну, вообще, хочу сказать, что вот это вот действительно сценарий был, что сейчас весь терроризм станет религиозным, религиозно мотивированным, все вот так резко изменится с 11 сентября. Ну, надо сказать, что религиозный терроризм доминирует, но только по одной категории в мире. Он наиболее смертоносный. Вот он лидирует по числу убитых. Больше всего убитых в терактах религиозного типа или группировками с религиозным императивом очень мощным. Но по числу терактов вообще-то лидируют в мире националистические группировки, большую часть последнего десятилетия. А в последние годы их даже обогнали, вернули немножко свое влияние, леваки и разного рода социально-идеологические, социально-политические террористы разного типа. Самый страшный теракт последнего десятилетия, он не исламистский, он маоисты в Непале, там поубивали огромное количество людей. Это вот если говорить вообще о религиозном, да? Если сказать про, значит, глобального джихада движения, ну оно, конечно, Аль-Каида, как вот мы ее знали, как организацию, как базу вот этого, с арабского база, да? Ну и она скорее в прошлом, да? Но это не значит, что ничего не стало с движением глобального джихада. Он трансформировался, оно трансформировалось очень серьезно. Есть три версии, как это произошло. Одна очень примитивная, она доминировала в первые годы после 11 сентября, называлась аль-Каидаизация, да? Когда Аль-Каиду видели повсюду, везде, под каждым кустом, каждый пример локального исламистского терроризма, все Аль-Каида, такой спрут и так далее. Конечно, совершенно... Вообще, не стоило бы и говорить об этом подходе, если бы он не был руководящим принципом политики многих государств, да? Заставив их вмешаться, скажем, в Афганистане где-то. А сейчас, конечно, подходы какие? Регионализация этого движения. Это вот подход сейчас доминирует на Западе, что, да, за центральной Аль-Каидой в афганно-пакистанском ареале они сохраняют какую-то минимальную символическую роль, но основную тяжесть на региональные филиалы Аль-Каида в странах Аравийского полуострова, в странах Исламского Магриба, там и так далее. А третий уровень низовой — это идеологические приверженцы, это все вот эти мини-ячейки, в том числе на Западе, из одного-двух людей, которые, так сказать, да, о которых мы говорили. Вот вопрос Бостон, Бостонский марафон. Относятся к ним? Нет, это другой вопрос. Да, давайте сейчас еще... Есть более радикальные версии пересмотра этого эволюции. Немножко сейчас перейдем еще на наш такой ежедневный уровень. Мне интересно мнение наших слушателей. Насколько вы боитесь терроризма? Ждете ли вы терактов вокруг себя, в ближайшем окружении, в Москве, в связи, я не знаю, с той же самой Олимпиадой в Сочи? Боитесь ли вы терроризма? 65, 10, 99, 6. Код Москвы — 495. Сергей на линии. Здравствуйте. Если ответить на ваш вопрос, то, конечно, все опасаются, потому что такая проблема есть. Однако не нужно увеличивать. И вот эти вот легенды про глобальные движения, которые угрожают целым странам, это, конечно, не серьезно. Терроризм на таком уровне существует только тогда, когда идет поддержка. Так, как в Сирии, например. Вот поддерживать террористов, называя их там повстанцами и правозащитниками, идут проблемы. Как только начинается, как только поддержка прекращается, то сразу терроризм уходит на нет. Поэтому здесь все-таки террор — это очень хорошее оружие. Именно вот на глобальном уровне. Не нравятся какие-то шаги там какой-то страны, раз, у них начинаются теракты. Вот можно прямо даже по цепочкам проследить события. Идет некий политический торг, потом раз, и начинается теракт. То есть вы имеете в виду, что терроризм — это как бы не сила в себе, не вещь в себе, да? А инструмент каких-то других сил, которые решают свои геополитические задачи. В коем случае фанатики, они есть. Одиночные какие-то вещи, они есть. Это бесспорно. Но вот именно организованные движения, потому что если вот так вот вдуматься, это очень серьезная поддержка, это очень серьезная логистика. И само по себе оно так жить не может. Это просто, ну, некая такая вот дополнительная сила. Инструмент. Понятно. Спасибо, Сергей. 65, 10, 99,6. Олег на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я вот всегда слушаю очень много, несколько лет ваше радио. И вот сейчас по этой теме. Кто финансирует? Почему вот говорили, что Америка поддержит, Арабские Эмираты платят, Судан там и т.д. и т.п. Вот такая республика. Катар, Судан, Саудовская Арабия. Катар не республика, но все же да. Извините, я родил страна. Ну, понятно, да. Вот. И они, как бы, вкладывают деньги в Америку, чтобы она занималась, так сказать, я бы скажу это, международным терроризмом. Почему бы их не хлопнуть просто? Вот этот Катар, этот Судан. Вот их надо разбомбить, когда они... О, как. Олег, а кто их должен бомбить, по-вашему? Ну, я думаю, наши должны бомбить. Все финансы на Кавказ пойдут, дай бог. Понятно, радикальное решение. Мне кажется, это тот случай, знаете, когда проблемы в Афганистане, когда начались и в Ираке, нам на Кавказе стало немножко полегче. Сразу видно было, меньше наемников, меньше эмиссаров. То есть, а правда, действительно, как сообщающиеся сосуды идет вот такой переток? Видимо, количество сил все-таки за 10, оно колеблется, конечно, но оно все равно неизменно где-то. И как только проблема в Афгане возникла, и на Кавказе сразу стало нам достаточно полегче. Вы знаете, это очень интересно говорить. Один из главных вопросов, который я хотел понять сегодня, что вот действительно есть некая какая-то такая критическая масса вот этой террористической угрозы, которая едина для нашего, да, и, так сказать, и московского, и чеченского, ну, имею в виду в Москве то, что происходит, и вот тот иракский и сирийский терроризм. То, что происходит. То есть происходит некий, так сказать, глобальный пул вот этой террористической угрозы, и она как-то перераспределяется по разным регионам. Если проводить такое совсем сырое сравнение с центрбригадами в Испании, то, в общем, можно говорить о том, что, вот помните, были там некое количество молодых людей, которые хотели куда-то поехать и воевать за некую идеологию. Да, там ехали в Испанию, потом ехали еще куда-то. Понятно, что здесь похожая картина, но мне кажется, это упрощение, потому что, например, даже внутри джихадистского движения, вот эти молодые люди, они тоже довольно жестко делились. Например, люди из Северной Африки готовы были ехать, там, не знаю, в Боснию, но не готовы были ехать на Северный Кавказ, а люди из Арабского полуострова, наоборот, готовы были ехать в один регион, а ехать в другой. И общего управления, например, и то, что один человек может выйти и сказать, ну все, теперь мы поедем, например, в Боснию, тоже этого не происходило. И много очень, на самом деле, до сих пор вопросов, почему эти боевики в один регион поехали, а в другой нет. Огромный вопрос, например, почему в 95-м году джихадисты из Афганистана поехали в Боснию, а не поехали в Чечню. Казалось бы, тот же самый противник, тот же самый конфликт. Все рядом, можно ехать. У нас в Чечне. Ну, не в таком количестве, да? И убитыми в том числе. А я, наоборот, вы знаете, я считаю, что все намного проще. Терроризм — это оружие. Причем достаточно дешевое оружие. Это тактика. Если его замешать на радикализме, это совсем дешевое оружие. То есть поэтому мы сталкиваемся с исламским радикализмом, потому что люди, достигая своих экономических интересов, просто пытаются удешевить этот процесс. Поэтому они нам их подсовывают. И, на самом деле, это, в принципе, уже сейчас обычные наемники, которые сейчас воюют в Сирии. И вот чего мы, например, опасаемся. Скажем, там, победит оппозиция. И масса людей там высовывается, которые, извините, но кроме как воевать, по-другому зарабатывать не могут. И всегда найдутся люди, которые копеечку подкинут, и могут эти потоки, в том числе, пойти, и наша банка подполья на Кавказе усилив. Почему нет? Если я могу два слова добавить. С одной стороны, вот очень была хорошая сказана вещь про то, что это очень экономичный способ. Ну да, то есть на наемнику платишь деньги, а тут бесплатно человек готов умереть. Нет, я сейчас не о наемнику говорю. Я говорю вообще о терроризме как тактика. Вот почему выбор в пользу этой тактики, а не какой-то другой? Зачем взрывать гражданских лиц в общественных местах, чтобы добиться своей цели? Потому что это, конечно, специфическая очень тактика, которая предполагает достижение максимального политического резонанса минимальными средствами. Такое новое оружие массового поражения. Вы бьете государство не напрямую, а почему вы его напрямую не бьете? Потому что вы слабые по сравнению с ним. Это орудие слабых, это орудие, в общем, негосударственных игроков. У вас нет баллистических ракет там, нет ядерного оружия. Вам с ним очень трудно сравниться конвенционально, и вы используете удары по гражданскому населению как способ давления, как мультипликатор силы, как орудие пиара собственного, так, чтобы в общественном мнении вы взлетели почти на уровень государства, хотя вы там рядом не стояли с ним по общему потенциалу. А кто эти слабые, Катя? Не государственные игроки. И нет единой повестки дня абсолютно никакой здесь. Я бы сказала, что есть типологически близкие, по типу близкие террористы. Есть даже между терроризмом разных типов, группировками разных типов, есть связи и контакты и прочее. Вот действительно, здесь совершенно статистика подтверждает то, что вы говорите, что когда начались действительно серьезные конфликты в Ираке и Афганистане, которые вообще, они, львиная доля на них, всей террористической активности в мире за последние, вы даже себе не представляете, насколько, да, больше половины всей террористической активности в мире за последние 10 лет только на эти два конфликта проходят. Ну, там каждый день новости смотришь, уже барьер восприятия просто другой. А началось это, кстати говоря, ты спрашивала, под влиянием, это началось под влиянием 11 сентября? Нет, это началось после военных иностранных интервенций в этих странах, да, в условиях ослабленных государств совершенно, в одном случае просто его развалилили. Сразу вопрос, если такой эффект была интервенция в Ираке и в Афганистане, в Сирии тоже можно этого ожидать, если будет вмешательство? То есть не то слово, одна из причин, по которой, я думаю, вот минимум два года, два года назад было заявлено администрации США, что АСАД должен уйти. И вот два года они, так сказать, в общем, как-то достаточно прохладно к идее интервенции относились. Медлили. Почему? Потому что прекрасно в курсе того, что их действия в Ираке и в Афганистане привели просто к колоссальному росту террористической активности. Так вот, после того, как активизировались... Это не было просчитано? При вторжении эти риски не были просчитаны? Нет, никто не ожидал, что вот такой будет эффект. Что, понимаете, мы сейчас же все-таки не в годы Холодной войны, когда какой-то баланс был в региональных конфликтах. Вмешивается одна страна на стороне, скажем, слабого правительства, повстанцев поддерживает другая. У них определенный такой, ну, как сказать, тупик возникает, да? И так далее. А сейчас ситуация, когда вмешиваются... Тем более ситуация, когда вмешиваются западные силы в мусульманской стране, где, конечно, протест, он, можно сказать, отчасти национально-освободительный. То есть там элемент национализма. Мультипликатор идет. Но там, конечно, мощнейшее влияние исламистской идеологии. И вот такая ситуация. Короче говоря, сейчас добавлю вот только по тому, что вы говорили, как это повлияло на ситуацию на Северном Кавказе. Действительно, когда начались вот эти мощные конфликты, и в них стал активно применяться терроризм, скажем, процент финансирования иностранного, который получают северокавказские боевики, снизился до 10. Остальное все за счет теневых источников и прочих, так сказать. Алексей.